Очередной прорыв в области общественной мысли случился на минувшей неделе у главы Министерства иностранных дел Лаврова. Мидовский мыслитель поведал городу и миру о том, какое счастье, что Путин начал 24 февраля 2022 года вот эту большую войну в Европе. И какую неисчислимую пользу это самое СВО причиняет стране в целом и каждому россиянину в отдельности. Операция уже давно оказала очень позитивное воздействие на нашу внутреннюю жизнь. Специальная военная операция небывало сплотила наше общество и способствовала его очищению от людей, которые, в общем-то, не ощущали свою причастность к русской, российской истории и к русской культуре. Кто-то из них уехал, кто-то из них остался и стал задумываться, но подавляющая часть общества сплотилась небывало. Знаете, вот у нас есть, был великий сатирик Михаил Жванецкий, он, к сожалению, уже не с нами. У него среди прочих гениальных зарисовок была такая. Это было очень давно, лет 20, может быть, 30 назад, когда он это сказал. У него был монолог на тему советского, российского народа. И сказал он следующее. Нашим людям, чтобы по-настоящему сплотиться, большая война нужна. Ну, вроде как, даже с юмором. Но в каждой шутке есть доля правды. Замечательно. Вообще, на самом деле, очищение – это одно из самых любимых слов Гитлера. Вот очищение. Немножко вспоминается очистка. То есть знаменитое вот это вот ведомство, в которое служил Шариков. Очистка, очищение. И вот от кого очистились, от кого очистилась Россия после войны? Из огромного количества, несколько миллионов уехало из России после войны. В том числе и, например, с начала войны из России уехало примерно 2,5 тысячи ученых. Вот в свое время Блес Паскаль сказал, что если из Франции уедут 300 ученых, она превратится в страну идиотов. Ну, можно себе представить, во что сейчас превратилась Россия в условиях, когда уехало 2,5 тысячи ученых, а еще огромное количество не только ученых, но и программистов, предпринимателей. Но и такая категория людей, которые, ну, может быть, там не всегда являются цветом интеллектуальной жизни, но представляют собой такой вот цвет физических кондиций человека. Это спортсмены. Власть пытается утешить себя и население, что уезжают те, кто неконкурентоспособен. Это же был элемент пропаганды в любом случае. Я практически убеждена, вот смотрите, до сегодняшнего дня, до этих ситуаций, вообще в США никто не интересовался нашими спортсменами, что вдруг они там появились в каком-либо виде спорта. Ну, прям национальной сборной, если только они там не родились или в раннем возрасте родители их каким-то образом не увезли. Поэтому вот в этом отношении, да, такие истории есть. Но тут это, мне кажется, какая-то пропагандистская вещь. И дальше вопрос к американским спортсменам. Они что, готовы им в сборной свое место уступить? Они вот просто взяли так, да, и, кстати, еще, должна пойти Международная Федерация на какие-то нарушения, потому что должен быть карантин. То есть когда они получат это гражданство? То есть они его получат в ближайшие месяцы, а где годичный карантин всем? Во всем мире есть годичный карантин. Почему здесь есть какое-то исключение? С какой стати оно как бы должно быть именно для русских спортсменов? Что это такое? Ну то есть все же будут понимать, что это элемент опять политики, какой-то пропаганда. Я вообще скажу больше, когда все мы будем говорить про хихтовальчиков. Там ведь все, кто сменил гражданство, успех был только у тех, кто продолжал тренироваться в России. Спортсмены, которые уезжают, они понимают эту статистику в принципе? Нет, не понимают. Мне кажется, что они как раз и уезжают, потому что они просто хотят быть на Олимпиаде. Им не надо ее выигрывать. Они понимают, что здесь они никогда не попадут на Олимпиаду, потому что, ну, слишком конкурентно. Уезжают те, кто не конкурирует, ну, не может попасть в сборную. Конкуренция настолько высока, и они поэтому уезжают. Ну, Журова, как и любой представитель российской власти, лжет всегда, когда открывает рот. Просто давайте посмотрим. Это достаточно забавная история, понимаете, говорить о том, что не конкурентоспособны те, кто уезжает за рубеж. А уехало очень много, очень много. Все-таки профессиональный спорт – это не какое-то огромное количество людей. И вот на фоне достаточно ограниченного числа профессиональных спортсменов, спортсменов, представителей спорта высших достижений, уехало очень много с начала войны. И давайте посмотрим, кто эти неконкурентоспособные. Вот, например, один из лучших, но, видимо, все-таки самый лучший велогонщик России – Михаил Яковлев. Этот человек завоевал первую в истории России медаль в велотрековых гонках и стал бронзовым призером чемпионата Европы и установил мировой рекорд в индивидуальной велотрековой гонке на время. То есть, причем, что характерно, вот что говорит о нем тренер. Значит, получение сильнейшим велоспринтером России израильского гражданства в августе 22-го года – большая потеря, уход Михаила – большая потеря для нас. Представляете, вырос лидер, который в 21-м году только начал показывать результаты. И шло движение вперед, повысился уровень конкуренции. Я очень сожалею. Это говорит главный тренер сборной по велоспорту Сергей Ковпанец. Значит, есть еще целый ряд людей, которые действительно являются лидерами в своих видах спорта. Это из конькобежцы Елизавета Голубева, Кристины Силаева, которые уехали в сборную Казахстана, тренируются в казахстанской команде. Это целый ряд, ну, я уж не говорю о шахматистах. Например, шахматистка Кашлинская сразу после того, как получила место в сборной Польши, стала сильнейшей шахматисткой этой страны. И вот в 19-м году она победила на чемпионате Европы среди женщин, защищая флаг Польши. Александра Костенок, которая, это 12-я чемпионка мира по шахматам, с 3-го марта представляет сборную Швейцарии. Есть там художественная гимнастика, это наша гордость. И здесь Анастасия Симакова, двукратная чемпионка мира среди юноров, сейчас выступает за Германию. Елизавета Луговских за Черногорию. Вера Тулуконова за Кипр. И она уже принесла несколько медалей Кипру. Вот, так что, ну, можно называть еще долго там. Сардана Трофимова, это человек, который с 17-го года выигрывал все российские марафоны, в которых принимала участие. Сейчас выступает за Киргизию. Анна Прокатень, это просто серебряная, вот не конкурентоспособная совершенно, серебряная призер Олимпиады 2020. Она выступает за Узбекистан. Николай Пименов, бронзовый призер чемпионата России. Это все, это выступает за серебряную. Это гребля. Значит, только что, ну, в прошлом году, в апреле 2023 года, двукратный чемпион России по вольной борьбе Даурен Кургулиев, который выиграл золото чемпионата Европы, он, так сказать, завоевал несколько золотых медалей. И последний уже под флагом Греции. Значит, фигурное катание Диана Дэвис и Глеб Смолкин, серебряные призеры чемпионата России, выступают за Грузию. Ну, в общем, короче говоря, вот это к вопросу и о том, что говорит Лавров, и о том, что говорит Журова. Результаты очистки налицо. Мы видим, что улежают лучшие во всех сферах. Ну, а теперь давайте посмотрим на тех, кто, собственно говоря, остался и сплачивается. Иди, нахуй! Ну, блядь, сюда! Слушай, ты гов... Я бы три раза был на слову! Что вообще? Иди! Ну, блядь, сюда! Чего ты мне сейчас? Слушай, ну, блин, это... Чебушила, блин! Где ты был? Я, блин, знаешь, где был... Я, блин, бахну какой-то раз брал. Ты хочешь, знаешь, что я? Где ты был? У меня 16 наград за бахну только. Иди, нахуй! Слушай, чебушила, еб... Ну, вот это была встреча, очень такая дружеская, тёплая встреча двух ветеранов специальной военной операции. Ну, вопрос, классический вопрос, а ты кто такой? Он заменяется, а ты хоть раз брал бахмут? Ну, в общем, короче говоря, такое вот сплощение России происходит. Ну, видите, как сплачивается Россия в результате войны. Теперь давайте посмотрим, как изменились сияния внутренние. Как выросла их духовность, душевность. Как стремительно вырастает их на глазах всепоглощающая доброта и великодушие русской души. Ну, всё, вот, подписать контракт, вот, думаю, там, новогодние праздники отмечу. Во-первых, это очень здорово, служить по контракту. Ну, и, во-вторых, вы можете спокойно убивать людей, при том, при этом, то, что вы воюете за свою Россию, как бы, вам никто это ничего не сделает, не посадят вас. Ну, и большой плюс в том, что можно на СОО ловить, допустим, вот, как их нам называют, нацисты, и также можно над ними издеваться, ставить на колени, отрезать. Это очень хорошо, это даже придаёт как-то усилие, как-то, не знаю, гордость тебе, что ли. А тебе ещё плюс за это платить деньги, 204 тысячи. Вы были бы готовы отправиться? Ну, ради такого, да, ради такого, получать ещё деньги, убивая людей, как бы, вроде это неплохо, как бы, с одной стороны, добро должно всегда побеждать в того. Ну, как бы, да, я бы согласен был бы на такое, пойти бы. Вот это видео надо смотреть и пересматривать всем тем, кто переживает за судьбу наших мальчиков, всем тем, кто ждёт прихода русского мира. Ну, и также очень важно было бы, значит, сделать английские титры и показывать это видео тем, кто ратует за мир в обмен на территорию. Вы вот действительно показывать и спрашивать при этом, вы правда хотите, чтобы украинцы оказались под властью вот таких мальчиков из русского мира? Очищение и сплачивание приводят к тому, что на поверхность самого дна душ вылезает та самая донная слизь, которая до поры до времени копилась в самых тёмных уголках, поскольку демонстрировать наличие в своей душе этой гадости было неприлично. Война сказала «можно» и понеслось. Пётр Толстой, тот же Лавров с его утверждением, что Гитлер был евреем, Путин с бесконечными шутками про евреев и всякими гадостями, Махачкалинский погром. Субтитры создавал DimaTorzok